14 февраля. День всех влюблённых. Милый романтичный праздник для одних и странный бессмысленный лицемерный день для других. И вот в преддверии такого неоднозначного праздника Сергей Светлаков решает забабахать свой фильм под названием «Лав». Любовь! В 2018 году Светлаков перешёл с ТНТ на СТС под предлогом того, что ТНТ не использовала его потенциал и не включила в свои планы на год. СТС же ему такую возможность предоставила, но как я понял, все его шоу на СТС это устаревшие форматы, которые не то что не привлекают новую аудиторию, а даже разгоняют оставшуюся. Я телек не смотрю уже несколько лет и вообще не представляю, кто сейчас смотрит телевизор, кроме пожилых и непритязательных зрителей. И это сказано не в обиду людей, просто телевизионщики кормят своих зрителей говном, потому что для них фактически нет альтернативы. И они смотрят то, что показывают, потому что у них нет выбора. И таким вот макаром Светлаков откопал труп старой передачи «Слава богу, ты пришёл», сделал свою версию рассмешекомика, а также изобрёл велосипед. А именно скопировал формат и выпустил шоу «Светлые новости», которое на поверку оказалось дешёвой и пустой копиркой прожектора «Пэрис Хилтон». Но на этом СТС не остановился, нужно же как-то было трансфер окупать. И Светлакову разрешили снять кино, выделили деньги и работа закипела. Я не нашёл цифры бюджета, но видимо он не маленький. Потому что ребятам пришлось построить целый отель для съёмок. Естественно в павильоне, но отстроить пришлось аж тысячу квадратных метров. Кстати, Светлаков говорил, что обращался к фонду кино, но там видимо в него не поверили и денег не дали. В итоге картина собрала почти миллион долларов и у создателей фильма даже есть планы на продолжение, но поживём и увидим. Фильм «Лав» дали снимать Игорю Твердохлебову и послужной список у него так себе. В основном сериалы и то не лучшего качества, как я понял. Однако он был замечен среди режиссёров «Галилео» и «Планеты православия», что бы это ни было. В роли сценаристов выступили сам Светлаков, у которого красивый список работ в качестве данного вамплуа. Хотя не хуже, чем у его коллеги Саида Давдиева или Давдиева. Третьим же был Яков Сивченко и про него я ничего не могу сказать. Зазывая людей на просмотр этого фильма, Сергей Светлаков говорил, что это действительно весело, эмоционально и довольно неожиданно. Что ж, давайте посмотрим, что же нам такого показал фильм «Лав», который я очень ждал и искал на всех киносайтах, начиная с февраля. Но не в кино же на него надо было идти. Действие фильма происходит в отеле «Лав», и это лучшее и особенное место, чтобы отметить 14 февраля. Картина состоит из нескольких новелл, которые почти не пересекаются. Видимо, сценаристы решили поиграться в Тарантино. Среди героев у нас бывшие однокурсники, которым уже по 60 лет, и они решили встретиться, где один мужик всю жизнь был влюблён в свою одногруппницу. Также у нас есть ревнивый мужик, который следит за своей женой. Частный детектив и его клиентка, которые тоже следят за мужем-изменщиком. Горничная эмигрантка и её русский парень-полисмен, любви которых мешает мамане-сыночка. Брошенная невеста, которая справляет брачную ночь с проститутом. Менеджер отеля, который любыми способами пытается содержать свою семью, где вот-вот родится первенец. И на сладкое у нас девственник, который заказал очень разговорчивую проститутку. Плюс ещё три секретных персонажа, о которых я поговорю потом. Сюжет полная мешанина из разных историй, которые в конце соединили воедино, чтобы показать, как любовь влияет на людей. Но это всё так топорно и наигранно показано. Очевидные сюжетные ходы и избитые клише, а персонажи это прям вообще смак. Я не буду говорить о всех героях, потому что у некоторых хотя бы немного прослеживается логика и развитие. Но самый непонятный персонаж здесь, наверное, ревнивый мужик, который полфильма бегает в поисках жены, думая, что она ему изменяет. Он спокойно проникает во все номера, как будто там нет замков, все ему доверяют, охраны нет. Этот ревнивец влетает в номер к брошенной невесте, её мужику бьёт того по морде, говорит, что перепутал номера и просто уходит. Никакого ответа. Проститут в исполнении вратаря галактики это хавает и ничего не делает в ответ. Ну ошибся мужик, пуща идёт, ничего страшного. Ну то ступилось немножко. С кем не бывает. Потом оказалось, что жена ему всё-таки не изменяет. Но что она тогда делала в отеле без мужа и детей, которые потом там всё-таки оказались по зову батя? Мужик, видимо ты её так достал, что она просто поспать уезжает в отель. Кстати, говоря о сюжетной линии вратаря галактики и брошенной невесты. Сначала девушка заплатила ему за секс и они провели ночь вместе, но потом они разговорились и оказалось, что они в детстве тусовались в одной деревне и видели один и тот же мост, где не хватает двух дощечек. А что это значит? Что-что, любовь, что же ещё? По-моему логично. Эдакая любовь с первого моста. Причём это всё подаётся на серьёзных щах и мы реально должны в это поверить. Среди работников отеля есть одна полная дама, которую я так понял сейчас спихают во все клипы, фильмы и передачи, потому что она толстая и поэтому смешная. Логично. Не правда ли? Вся сюжетная арка этой женщины заключается в том, что она хочет потрахаться, как и добрая часть героев из этого фильма. В конце она всё-таки находит своё счастье и это типа комичный момент, но максимально тупой и предсказуемый. Очевидно, самая смешная пара, по мнению сценаристов, это проститутка и девственник. Прикиньте, парень хочет трахаться, а путана взяла с него денег и всячески отмазывается от секса. Вот умора. Я понимаю, это комедия и кому-то это было смешно, но я как будто посмотрел выпуск Comedy Woman, потому что проститутку играет Варнава, а я думаю, вы знаете, что такое Comedy Woman. Смотрите, что мне подарил директор нашего магазина игрушек. Вы с ним встречаетесь? Ну, пару раз он меня раздевал, но не суть. Но в итоге на последних минутах купленного часа бедный студент всё-таки смог её оседлать. Кстати, про оседлать. В фильме есть камео Собчак, которое её высмеивает. И хоть это избитый и мёртвый мем, но было забавно видеть, как Собчак сидит перед телевизором, где показывают, как сношаются лошади. А сношаться в этом фильме хотят не только лошади, брошенки и девственники, но и старые 60-летние бывшие одногруппники. Юрий Стоянов в этом фильме играет влюблённого глупца, который в своё время упустил свой шанс и сейчас пытается наверстать упущенное. Он направляется в номер своей возлюбленной, пьёт Виагру, хочет пойти в атаку, но его крошиха ни с того ни с сего просит Стоянова сплясать. Ну, он и сплясал. Это пиздец кринжовый и нелепый. Наверное, кому-то смешно, но потом деда всё-таки прихватило и в итоге огромный стоячий хэр Стоянова был замечен. Ну, вы поняли, да? Стояк у Стоянова. Но пожилого секса так и не было. Старпёры-любовнички просто начали угорать, смотря на стояк. Так, спрашивается, зачем дед молодость вспоминал и угрожал своему здоровью, если в итоге это ни к чему не привело. Так, ну девственники в фильме есть, проститутки есть, изменщики есть, ревнивцы есть, престарелый секс, ну, намёки на него есть. Кого же нам не хватает? Угадайте, кто я? Правильно, любовного треугольника из геев. И кого вы представляете в роли геев в этом фильме? Да вы, блядь, не угадаете, фильм реально удивляет. Их сыграли Светлаков, Батруха и Ян Цапник. Более нелепые и наигранные истории о геях я ещё не видел. Это не попытка сыграть геев, это влажные фантазии и стёб над геями. Типа, посмотрите, они все такие милые и романтичные, хо-хо-хо. Но потом так и оказывается. Вся эта история с мужиками оказывается сном Батрудинова, и он решает забыть его, занявшись сексом с Валюхой из реальных пацанов. Кстати, тут она опять играет эту роль. Съёмка в картине посредственная. Графики тут, конечно, не было, но, блядь, переходы в стиле пауэрпоинт это слишком. Надеюсь, на них не было потрачено 10 миллионов рублей. Вы просто гляньте. Вдобавок к этой перебивке я закину звуковое сопровождение. Музыка в фильме, как на детском утреннике. Все треки звучат не в попад, главное, чтобы узнавались. Причём они повторяются и повторяются, и под конец начинают люто вымораживать. Касательно юмора, я реально не понимаю, кто будет над таким смеяться. Это тупо неуместно, избито, старо, нелепо и предсказуемо. Может, лет 20 назад это была бы бомба, но сейчас это невнятная каловая бомба. Хотя юмор это чистая субъективщина, смейтесь над чем хотите. Главное, каху не смотрите, пожалуйста. И в конце всей этой векханалии хэппи-энд. Все друг друга любят, целуются и дружат. Главное ещё титры сопливыми сделать, где актёры будут отвечать на вопрос, что такое любовь. Чтобы зритель растрогался и понял посыл фильма. Потому что в картине-то вообще полный бред показан. В данной ленте я могу выделить всего три забавных момента. Камео Собчак, кринжовый танец Стоянова и гача драка под дождём в исполнении Светлакова Цапника и Батрухи. Сама по себе она не смешная, но если подставить гачи, то пойдёт. Фильм Лав это вообще что-то непонятное и невнятное. Это не комедия, не мелодрама. Это и не смешно, и не грустно. Напридумали разных героев, набросали тупых связок, которые не работают. Надавили на жалость в конце и типа зритель должен растрогаться. Ведь это же день Святого Валентина. Романтика, разная любовь, но всё это очень плохо выстроено и сыграно. Актёрские работы здесь слабые. Есть персонажи по типу Стоянова, которые пытались отыгрывать. Но в основном это Варнава, которая мерзко и не смешно играет проститутку. Светлаков, Батруха и Цапник играют геев, которые выглядят так, как будто им сказали сыграть геев, но они не знают, как их играть. Ну ещё, например, Стас Ярушин. А его актёрское мастерство вообще неоспоримо. Вот так вот, оп, пьяный, а потом так вот, оп, и трезвый. Ну талантище же. Я очень удивлюсь, если эта лента получит продолжение, потому что её не спасли ни именитые актёры, ни декорации, ничего. Заходы у фильма были интересными. Почва для юмора огромная, но в итоге получилась безвкусная посредственность, которая пытается давить на романтичность и трогательность. Вряд ли, кроме меня, кто-то вообще слышал об этом фильме. Но так хоть будете знать, какие сейчас выходят мелодрамные комедии. А на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментах, как вам Светлаков с его юмором, нажимайте на колокольчик и вступайте в мою группу ВК. Увидимся. Пока. Я люблю дрочить, я люблю дрочить, я люблю дрочить. Не поебать на тебя, я дрочу день от дня и поебать на тебя. Нихуй.